Впервые в Камрадской картинной галерее состоялось открытие выставки старинного оружия и предметов быта. Уникальность выставки заключается в том, что здесь собраны экспонаты, возраст которых составляет более двух тысяч лет. Научно-историческая выставка у нас вторая по счету. Год назад, это у нас первый такой эксперимент был, мы открывали научно-историческую выставку «Немецкие поселения на территории Бессарабии». Это первая выставка. А сейчас у нас вторая научно-историческая выставка, но она, конечно, несет абсолютно другой характер, где именно холодное оружие и предметы труда и быта, найденные на территории Молдавии. За много веков до нашей эры не было особых граней между предметом быта и оружия. В варварские времена, когда одно племя нападало на другое, топор, шило, мотыга и даже коса становились хорошим оружием самозащиты. И что интересно, некоторые экспонаты были найдены на территории Гагаузии. Мы видим здесь тюркские, половецкие, мы видим копию печенегов и многих других народов. Здесь, в конце концов, и молдавское оружие. И это все не только на территории североцентра. Это у вас в Гагаузии многое найдено. И вот эта выставка дает возможность пощупать шероховатость этого металла. Этого металла, с помощью которого наши предки защищали свою свободу и достоинство, выращивали детей, берегли свою духовность. Молдавский коллекционер Петр Костин собирал экспонаты на протяжении 40 лет со всех сел Молдовы. И у каждого экспоната своя история, говорящая нам о том, что наши предки отважно воевали за свою территорию и за свой народ. Посетители выставки по достоинству оценили историческое богатство этих экспонатов. На втором курсе юридического, в принципе, у меня специальность историк. И находясь здесь сегодня, я просто нахожусь в огромном восторге. Мне очень приятно видеть это все. И знаете, самое огромное удовольствие заключается в том, что здесь это все появилось все-таки у нас. Этого не было. И видеть это все, это просто воодушевление. Выставка старинного оружия в Камрадской картинной галереи, которая уже становится культурным центром, продлится до конца этого года. И все желающие могут посетить выставку абсолютно бесплатно.